Дорогие друзья, с вами Андрей Хорев и сегодня мы с вами начнем нашу новую рубрику на нашем канале Футбол это жизнь Лига чемпионов 2017-2018 Итак, все уже играют в FIFA 18, но мы не будем в нее сегодня играть, потому что мы вообще не будем сегодня играть в FIFA Мы будем стимулировать матчи Лиги чемпионов Как вы уже поняли, по продолжительности видео оно короткое Сегодня мы только просимулируем группу А и узнаем уже двух, две команды, которые выйдут в плей-офф Лиги чемпионов Лигу Европы мы не будем делать, потому что у нас, во-первых, есть проблемы еще с Лигой чемпионов Многие, несколько команд в Лиге чемпионов 2017-2018 нету просто в FIFA 17 Поэтому мы чем-нибудь там заменим, а в Лиге Европы таких команд и по мини нету многих Ну что же, четыре команды ЦСКА, Базель, Эмью и Бенфика И начнем, пожалуй, ЦСКА против Базель Будем комментировать эти как бы матчи Два, отлично, на девятнадцатой минуте Ионов выводит ЦСКА вперед, хотя его уже нет в ЦСКА Березуцкий на тридцатой получает желтую карточку Аланар выходит вместо Витиньо, вместо Джака выходит А нет, Джака... Ионов забивает дубль Это отличная победа для ЦСКА Все, 2-0, первый матч для ЦСКА закончится отлично Следующий матч для Манчестера Юнайтеда, дома, против Бенфики Так, тут у нас нет еще в составе даже Ибрагимовича, мы видим Решфорд Потому что Решфорд, кстати, сейчас забил, молодец, на тридцатой минуте Потому что Ибрагимович в то время, как было запущено последнее обновление, он забил с пеналью на тридцатый Ничего себе, как Решфорд на сорок пятый и Мхитарян тоже на сорок пятый забили Два мяча они забили, 3-1 Все, хэт-трик Решфорда, Митраглу добивается какого-нибудь, может быть, такого перевала Но он не происходит, 4-2 победа МЮ Ибрагимович получил травму тогда, еще мы помним, в пенале Лиги Европы Манчестер Юнайтед Аякс И поэтому его нет сегодня Вообще он есть в команде, но он только там в резерве Итак, Манчестер Юнайтед ЦСКА пока что лидирует После первого тура лучшим бомбардиром является Решфорд Далее идет Алексей Ионов и Джонас Поехали, второй тур И сразу же уже Манчестер Юнайтед ЦСКА Очень интересен матч Решфорд забивает на 9-й минуте Четвертый уже мяч Маркуса Решфорда Марио Фернандес получает желтую на 18-й И удален Марио Фернандес Сейчас главное не, как бы вам сказать, не расклеится игрокам ЦСКА Но Пак Ба забивает на 56-й Введение сравнивает, уменьшает преимущество На 64-й, на 66-й Хуан Мата забивает мяч с пенальти 3-1 Ну, достойно бились, мне кажется, армейцы Даже при удалении они смогли забить пенальти Ну, что же, Бенфика базы Которые будут Ну, здесь, естественно, Бенфика выглядит Как претендент на победу Жонас не забивает С пенальти на первой минуте Зато Митраглу на 16-й И получает желтую, Джака В общем, конкуренцию должны составить Это Манчестер Юнайтед ЦСКА и Бенфика Для Базеля задача Луисао Забивает на 50-й На 50-й еще Эльон Оси Делает счет 2-1 Но на 76-й Пицце Забивает И делает большое преимущество для Бенфики 3-1 счет Вот так вот, друзья Думбия тут еще и получает травму у нас Манчестер Юнайтед Два матча, шесть очков Что-нибудь, конечно, про ЦСКА Они сейчас в зоне Лиги Европы Базель пока что вылетает Маргус Решфорд лучший бомбардир Константин Митраглу на втором месте И на третьем Алексей Ионов держится еще Ну и вот этот матч Который сейчас должен все решить ЦСКА Давайте Пусть Компьютер выставит ЦСКА против Бенфики Жонас на третьей минуте Выводит вперед Португальцев Но ЦСКА не должны расслабляться Они должны забить Ведь это их шанс Больше такого не будет Нужно им сейчас забивать Хотя бы сравнивать счет Ничейный результат будет для ЦСКА просто отличен Чалов выходит Головин Головин забивает на 69 Отлично Все Отличный результат Мне кажется По игре Быстрый голод мы увидели на третьей минуте Но все-таки Сравнял Александр Головин Ну и здесь все так же Счет ЦСКА находится в зоне Лиги Европы Там уже Смотрят по мячам Итак Сможет ли сегодня Манчестер Юнальте Добиться третьей Своей победы К ряду Против Швейцарского Базеля Думбия получает Желтую Уэйн Руни 47 минута 1-0 Пока что Лондонцы Выходят Вперед Сало На 72 минуте Сравнивает счет Будет ли это потеря очков Да Манчестер Юнальте Теряет очки В гостях Против Базеля Но вот это Просто Выдержка Базеля Они просто сейчас Зарвались И Не дали Манчестер Юнальту Увести Ценные очки Из Швейцарии Базель Зарабатывает свое первое очко ЦСКА И Бенфика Пока что борются За вторую строчку Но Бенфика Пока что на ней И После Третьего тура Маркус Решфорд С четырьмя мячами Жонас И Константин Митроглу На втором И третьем месте Ионов Пока что сместился На четвертую Наверное там Позицию Итак Базель против ЦСКА Домашний матч Для Базеля Посмотрим Что сможет сделать ЦСКА Ведь именно Несколько дней назад Туда приезжал МЮ И потерял очки Тошич на десятой минуте Забивает И сейчас ЦСКА Очень важно Выиграть этот матч Да Это будет победа Витиньо на пятьдесят четвертой минуте Забивает И делает Еще два ноль Ходжима Ледина Вчалов И все друзья Еще и Янко Забил на девяностой Но это не помешало ЦСКА Выиграть Отлично Бенфика Эмью Вот сейчас Вот если Манчестер Юнайтед Кстати Смотрите Если сейчас Бенфика Обыграет Манчестер Юнайтед Хотя это может быть Вряд ли То У нас Первая, вторая, третья строчка По семь очков Будет ЦСКА пока что догнали Манчестер Юнайтед Но сейчас Мне кажется Задача для Болельщиков ЦСКА Это чтобы Бенфика проиграла Потому что Ну в очной встрече Они могут обыграть Бенфику А вот Манчестер Юнайтед Это в ряд И Марсиаль На десятой минуте Забивает Первый гол Пока что Целый тайм прошел Делают замены Одна и другая Команда И Все Бенфика теряет очки Четвертый тур На целых три очка Отстает ЦСКА от Бенфики Ой Наоборот Бенфика от ЦСКА Отстает на три очка Манчестер Юнайтед Впереди Базель на четвертой строчке Маркус Решер Четыре мяча Также все и остается И мы идем уже К Главной встрече Для московских армейцев Это матч против ЦСКА ЦСКА и Бенфика И сегодня мы посмотрим Предыдущий матч Закончится в ничью 1-1 Жонас на седьмой минуте Выводит вперед Бенфику Сейчас нужно собраться Московским армейцам Чтобы Хотя бы Увести одно очко Но никак не проиграть Потому что По мячам ЦСКА Немножко уступает Бенфике Нужно Друзья Выигрывать Для московских армейцев Это их единственный шанс Зацепиться За Еврокубки Лигой Ухууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Хотя Базель и Манчестер-Венадзе играли в ничью в Швейцарии. Посмотрим, что будет сегодня у нас в Манчестере. Желтые идут замены, но счет остается неизменным 1-0. Думбия получает травму, но нет, Манчестер-Венадзе все-таки выигрывает. Итак, вот так вот остается ЦСКА только, мне кажется, вот сейчас сыграть в ничью. Или победить, но никак не поражение, потому что Бенфика точно уже... Ну, в общем, здесь уже все знают, что, скорее всего, ЦСКА попадет в Лигу Европы. Но мы будем верить в московских армейцев, это все-таки домашний матч, последний матч группового этапа Лиги Чемпионов. Отлично, Аарон Аланары на 13-й минуте 1-0. Это очень важный гол. Игорь Акинфеев должен отстоять на ноль. Прошу тебя, Игорь. Маркус Решевард забивает на 49-й и сравнивает счет 1-1. Очень важным матчем для ЦСКА. Все, друзья, ничья 1-1. Сейчас, естественно, ЦСКА впереди. Сейчас нужно, чтобы Базель обыграл Бенфику, но такого, скорее всего, не будет, потому что давайте посмотрим, как сыграл Бенфика и Базель. А Бенфика обыграла их дома 3-1. Поэтому здесь все будет зависеть только от самих команд. Итак, Зивкович. Все, скорее всего, это путевка в Лигу Чемпионов. Но не будем еще ничего загадывать. Обидно, конечно, что ЦСКА наравне идет с Бенфикой, но по мячам и по очным встречам Бенфика превосходит ЦСКА. Жона забивает 2 на мяча и уже точно ЦСКА идет в Лигу Европы. Ну что ж, друзья, Манчестер Юнайтед побеждает. ЦСКА идет в Лигу Европы на 2 очка, отставая вот Бенфики. Лучшим бомбардиром является Маркус Решфорд. Лучшим голкипером Дехея. Лучший игрок Маркус Решфорд. Ну что ж, друзья, мы поздравляем Манчестер Юнайтед и Бенфику с их выходом в плей-офф Лиги Чемпионов. Конечно же, обидно многое. Но ничего не поделаешь. Это футбол, друзья. И это футбол, это жизнь. С вами был Андрей Хорев. Увидимся с вами через некоторое время. Сразу же выложу видео группы Б. Там уже будет пожарче. До свидания, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.